МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Коротко о главном. Бизнес и государство. Как в республике, помогают малому и среднему предпринимательству. Осторожно, яма. Возле стройки по улице Энгельса обвалилась часть дороги. Золотая проверка. Осмотр счетчиков в доме может влететь собственникам в копеечку. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев встретился с предпринимателями. В Торгово-промышленной палате Республики состоялся обстоятельный разговор о проблемах реального сектора экономики и о том, какие решения предлагает власть. Вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса сегодня приобрели особую актуальность. Именно этот сегмент наиболее зависим от экономических тенденций. И именно он при создании благоприятных условий может дать положительную динамику. Мы максимально должны снимать, снижать терапевтические проволочки, соблюдая норму действующего законодательства, не создавая предпосылки для разных коррупционных, конечно, проявлений. Мы открыты для бизнеса, общества, для предпринимателей. Эту работу мы проводили, стандарты принимали, утверждали. Одно дело на бумаге, другое дело мы в реальной жизни должны выстраивать эти эффективные взаимоотношения прежде всего с органами власти и с нашими предпринимателями. Одной из тем разговора стало улучшение инвестиционного климата Чувашии. Сейчас Республика находится на пятом месте среди регионов, в которых бизнес вести комфортно. Но это еще не предел. Существуют факторы, сдерживающие развитие бизнеса. В основном административные. Это доступ к имущественным и финансовым ресурсам, рост арендных платежей и налогообложения, которые зависят от кадастровой оценки имущества. Если дать возможность предпринимателю сегодня вздохнуть и уменьшить имущественные налоги, он же будет развиваться, и тогда мы получим поступление тех самых налоговых платежей, но завтра, возможно, в большем объеме. Нехватка квалифицированных кадров, развитие производственного бизнеса и многое другое. Предприниматели смогли не только напрямую задать злободневные вопросы, но и выйти с предложениями к органам власти. У нас раньше в Республике существовал Координационный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который потом был преобразован в другие органы. Нам кажется, что стоило бы вернуться к воссозданию этого Координационного совета. Власть должна почувствовать пульс бизнеса, а в данном случае, в первую очередь, конечно, малого и среднего бизнеса. Ну, а бизнес, наверное, должен почувствовать вот тот ритм и те планы, те настроения власти, те цели власти, которые власть ставит перед собой. Правительство Республики оперативно реагирует на изменения в экономической среде. Продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, бизнес-инкубаторов, центров инновации и координации. Особую роль возлагают на индустриальный парк. Новые рабочие места, приток капитала должны улучшить экономическую ситуацию в Республике. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России почувашие получило собственное знамя. Торжественная церемония прошла в Театре оперы и балета. Указ президента России Владимира Путина вручении знамени зачитал начальник управления режима Федеральной службы исполнения наказаний, кстати, уроженец Чувашия. Поздравляя земляков, он отметил символично, что такая реликвия вручается в год 70-летия Великой Победы. Знамя, вручаемое сегодня, является символом возрождения славных традиций, завещанных нашими отцами и дедами, старшими товарищами, именно теми ветеранами, благодаря которым мы сегодня имеем возможность совершенствовать и развивать потенциал уголовно-исполнительной системы государства. Для каждого человека в погонах знамя священно. Проводится демонстрация знамени управления Федеральной службой исполнения наказаний почувашской республики. Знамя всегда было и остается символом чести и доблести, беззаветом и служению Родине, готовности трудиться для ее блага и защищать, если будет нужно, напомнил начальник управления Александр Робота. В том, что оно теперь будет храниться в Чебоксарах, огромная заслуга нескольких поколений бойцов и офицеров внутренней службы. И вот этот фундамент, который был заложен, конечно, он передался, и мы, наши коллеги, в наше время получаем этот большой символ, эту большую награду. Поздравляя сотрудников службы временно исполняющей обязанности главы ЧУАШа, Михаил Игнатьев отметил, вручение знамени свидетельствует о признании заслуг и вкладовом в спичи непропорядка. Сегодняшний праздник хороший повод для того, чтобы отдать вам дань уважения за верность избранному делу, ответственное служение и высокий профессионализм. Спасибо вам за то, что стоите на страже законности и правопорядка, за то, что благодаря вам мы продолжаем ощущать себя в безопасности. Елена Гальпилина, Александр Петров, Республика. Премьер-министр Чуваши Иван Маторин и министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин в составе делегации ПФО находятся в китайской провинции Сычуань. Там проходит форум Волга-Янсцзы. Сотрудничество двух сторон предполагает совместные экономические, образовательные и культурные проекты, в их числе и агропарк Чувашия-Сычуань, реализация которого обсуждался в ходе встречи. Кроме этого, в рамках переговоров были затронуты вопросы совместной реализации проектов в области лесного хозяйства и в химической отрасли. Сегодня члены российской делегации приняли участие в заседании круглого стола. Премьер-министр правительства республики выступил с докладом. Приборы учета воды. Счетчики стоят уже в большинстве квартир жителей Чувашии. Чтобы контролировать, насколько приборы точно снимают показания, необходимо делать так называемую поверку. Приборы учета холодной воды в среднем требуют поверки каждые 6 лет, горячей – каждые 4 года. Чем нередко пытаются воспользоваться недобросовестные фирмы. «Золотая поверка» – так в шутку стали называть жители разных регионов страны процедуру поверки приборов учета воды после того, как некая фирма стала рассылать листовки с предложением провести данную процедуру. Цена вопроса для такой услуги за облачное – 1500 рублей. Фирма засветилась в разных уголках страны листовки. С настойчивым предложением провести поверку получили жители Астрахани, Брянска, Новомосковска, Калининграда, других городов. Попали в этот список и чебоксары. Горожане и на шутку встревожились. «Здравствуйте, к нам пришло уведомление по поводу проверки счетчиков воды. По телефону, указанному в уведомлении, ответили, что проверка будет стоить 1500 рублей. Причем счетчики на месте не проверяют, а снимают и забирают на 10 дней. В городском справочнике такой организации нет». Волнение горожан понятно, а выглядит листовка как некое официальное уведомление. Мол, процедура обязательно пройдите, пока не поздно. Здесь и ссылка на закон, и даже какой-то непонятный штрих-код. А в названии присутствуют слова «городская служба». Однако в столичной администрации про такую слышат впервые. «Администрация города Чебоксара учредителем указанной компании не является, никакое отношение не имеет к их деятельности. Ответственность, соответственно, за их работу не несет. Вместе с тем в городе существует и функционирует множество фирм и организаций, название которых имеется слово «чебоксарская» или «городская». Это не означает, что они относятся к городу. Это совершенно самостоятельные коммерческие фирмы, учредителями которых могут выступать физические лица или какие-либо другие юридические лица. И поэтому простому обывателю, увидев название разных организаций «чебоксарская» или «городская», не всегда, наверное, можно будет сразу разобраться. Это относится к муниципальному предприятию или это совершенно самостоятельная коммерческая организация. Чтобы узнать подробности предоставления услуг указанной фирмы, мы позвонили туда сами. Оператор Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нашла объявление, что делать в поверку счетчиков. Что нужно сделать? Сколько стоит у вас услуга? Поверка производится в лаборатории на специализированном оборудовании. Соответственно, вам необходимо счетчики самостоятельно демонтировать, привезти к нам в будний день, в первой половине дня. Поверка занимает от 10 дней. Достаточно затратная процедура для вас. Чтобы избежать лишних временных и денежных затрат, мы рекомендуем сделать вам замену счетчика сразу на новый. Стоимость замены одного прибора будет составлять 2300 рублей. Если у меня все-таки нормально работает счетчик, это все равно, получается, дороже будет его поверить, да, нежели установить новый, так получается? Ну, конечно. А если все-таки я захочу именно поверку сделать, тогда сколько у вас будет стоить услуга? А я же вам сказала, сумма 1500. Итак, следуя логике оператора, каждые 4 или 6 лет вам выгоднее устанавливать новый счетчик, нежели поверять существующий. Однако специалисты придерживаются совсем иного мнения. Ведь поверка счетчиков воды в других учреждениях в Чувашии стоит в 6 раз дешевле. И еще заниматься поверкой кто попало не может. Всегда возникает вопрос, кто может заниматься поверкой или кто может поверять. Значит, по закону об обеспечении единственной изведения, заниматься поверкой может любое лицо, хоть физическое, хоть юридическое. Но при этом это лицо должно выполнить ряд требований. Во-первых, люди, которые занимаются поверкой, должны быть обучены по соответствующей программе, получить профессиональное образование. Это раз. И та организация или то лицо, которое хочет заниматься поверкой, должно получить право на эту работу. То есть получить аттестат аккредитации. Вот я вам хочу показать аттестат аккредитации нашей организации, Чувашского центра стандартизации и метрологии. Как вы видите, он выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Но это было 4 года назад. Сейчас эти аттестаты аккредитации выдает Федеральная служба по аккредитации, Росаккредитации. Кроме того, демонтировать чётчики совсем не обязательно. После предварительной записи сотрудник придёт к вам домой, предъявит удостоверение, буквально за 15 минут снимет показания и оформит документы. Увы, единый реестр фирм, которые имеют аттестат аккредитации, а значит и право заниматься подобными работами в России пока только на стадии разработки. Между тем, пока материал готовился к эфиру, содержанием листовок заинтересовались в антимонопольной службе. Здесь идёт именно отношение восприятия этой рекламы. Если эта реклама воспринимается как поддержку этой информации или этой рекламы со стороны органов власти. Если это так воспринимается, а фактически этого нет, то это действительно имеет признаки недостоверной рекламы. И я думаю, что мы должны здесь реагировать. В конечном итоге, конечно, именно вам решать, в какую компанию обращаться. Однако, прежде чем набирать номер телефона, увиденный в том или ином объявлении, изучите вопрос. Это может сэкономить и ваше драгоценное время, и деньги. Ольга Пырочкин, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Республика. Возле строящегося административно-торгового комплекса «Два капитана» по улице Энгельса в Чебоксарах обвалилась часть дороги, ведущей к гимназии номер 4. Яма глубиной около полутора метров перегородила дорогу транспорту. У этой стройки длинная история. Она расположена в непосредственной близости от школы. Против строительства офисного центра «Два капитана» выступали и администрация Чебоксара, и республиканский минстрой. Жители ближайших домов, учителя и родители учеников гимназии неоднократно писали жалобы на строительство в непосредственной близости от учебного заведения. Еще в апреле прошлого года депутаты городского собрания инспектировали стройку. Ох, какое расстояние до спортивной площадки? Ну это же вообще вот как бы... А здесь же въезд в школу был у них, получается? Да, здесь был въезд в школу. Это наверняка пожарный заезд в школу там, да? Смотрите вот. Ну вообще абсурдная ситуация, конечно. Однако застройщик добился разрешения на строительство через суд. Его выдали совсем недавно, в январе этого года. Но летом против строителей восстала природа. В нижней части котлована размок грунт. Вероятно, в результате этого дорога и рухнула. Значит, данная ситуация находится на контроле у всех коммунальных служб. Это и водоканалы, это и Дорекс. То есть находятся на постоянном контроле, и будут предприняты все меры для недопущения дальнейшего разрушения. Но пока мы провели определенный мероприятие, уменьшили нагрузку на подпорную стенку. То есть считаем, что каких-либо критических моментов здесь нет, угроз жизни не существует. Сейчас временный проезд организован по прилегающей пешеходной зоне. В ближайшее время, обещают чиновники, дорога будет восстановлена. И 1 сентября школьники смогут без опаски дойти до школы. Алексей Табинов, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика. Судья мирового участка Комсомольского района вынес приговор в отношении жителя района Олега Наумова, который был повторно задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание 340 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, Наумов был задержан ночью 1 июля 2015 года. Он стал первым, кого наказали после вступления в силу изменений в уголовный кодекс. Напомним, что теперь водители, повторно задержанные, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, будут нести уголовную ответственность. За месяц с небольшим, что действуют эти изменения, повторно за езду в пьяном виде были задержаны 63 водителя. О работе управления ГИБДД, об аварийной ситуации на дорогах республики, мы будем говорить сегодня в интервью по существу. Гость студии, начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов. Классика в новой интерпретации. В Чебоксарах в Камерном театре состоялась премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» по произведению Александра Островского. Чем удивила чебоксарского зрителя эта постановка, узнавали мои коллеги. Театральная судьба этой пьесы складывалась неудачно. В те давние времена произведение Островского даже получило гриф «Не одобряется к представлению». Но спустя годы пьеса ожила на сцене русских театров. И вот уже добрую сотню лет ее ставят многие театральные трупы в самых различных интерпретациях. Нынешняя чебоксарская постановка отличается от многих других. В первую очередь с тем, что это комедия про счастье. Для Миши Бальзаминова он старается там обрести счастье. Такой русский дурачок своего рода. У нас есть такая пословица «Дуракам везет». Ему везет, у него все здорово заканчивается. Мы все когда-то проходили вот этот перелом из юности, из детства во взрослую жизнь. Каждый себя вспомнит, я думаю. И повеселится. Может быть даже над собой посмеется. Вот она маленькая, правда выходит. Вот она моя счастье-то, маменька. Ой, дух не переведу. Этот спектакль играет абсолютно новый состав актеров. Кто-то из них обучается актерскому мастерству профессионально, а для кого-то это просто увлечение. И все они уже много месяцев занимаются в стенах театра и делают творческие успехи. Два первых премьерных показа прошли с аншлагом. Денис Полторацкий исполняет роль Лукьяна Чебакова. У него постоянно страх, что у него возможно не получится, а вдруг он что-то не сделает, а вдруг что-то пойдет непоплавно. Самая сложность это вот именно в этом напряжении все время находиться. Но в целом это наша работа, наша обязанность. Мы с этой задачей все справляемся очень хорошо. Еще одной отличительной особенностью этого спектакля является живая музыка. Артисты поют под баян. Женитьба Бальзаминова войдет в репертуар театра, так что постановку еще можно будет увидеть. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Олег Якимов. Республика. Мои работы – дань моей родине. Так говорил чувашский живописец Иван Дмитриев. В этом году исполняется 113 лет со дня рождения художника. В Центре современного искусства открылась выставка его работ. Хотя художник с молодости жил в Москве, он никогда не терял связи с родиной. Все сюжеты его картин навеяны воспоминаниями о сурских лесах, чувашских селах и деревнях. Творческое наследие Ивана Васильевича хранится в Чувашском художественном музее, Третьяковской галереи, в частных коллекциях во Франции, Турции и Германии. Центральной темой в живописи Дмитриева стала жизнь чувашского народа во всей ее самобытности. Очень сложная многофигурная композиция, но одна эта работа создает ощущение праздника. Эта работа действительно, она признана всеми одной из самых ярких и самых лучших произведений, описывающих Чувашскую национальную слайду. Ивана Дмитриева отличал уникальное мировосприятие. На своих полотнах он изображал даже не сам предмет, а впечатление, эмоцию. Коллеги отмечают, что цвет для него, как звук для музыканта. Каждая картина живописца, цветовая импровизация. А его портретные работы обращают на себя внимание тем, что многие лица не прописаны. Вместо них просто цветной силуэт. Я думаю, в чувашском искусстве творчество Ивана Васильевича Дмитриева занимает очень особое оригинальное место. Это прежде всего его мировосприятие внутреннее, которое и отражается его в живописи, в цвете. Вы знаете, прежде всего это заключается в том, что он все-таки был музыкантом. И сам в своих записи говорит, я говорю, прежде всего музыкант, а живописец второй. Музыкальность, звучность полотен придает почерку художника яркую индивидуальность. Оригинальность картин Дмитриева знаменует собой становление национальных школ живописи Волго-Уральского региона. Николай Янилин, лично знакомый с художником, вспоминает, что живописец был очень религиозным и скромным человеком. А его живописец настолько, она искренная, она чистая такая. Там душа художника, там поэзия. В экспозиции представлено более 30 произведений, которые отражают связь художника с Родиной. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Союз биатлонистов России назвал имена спортсменов, которые будут участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону. Наш земляк Павел Магазеев успешно выступил на отборочных соревнованиях, получил право поехать в конце августа в Румынию. В здоровом теле здоровый дух. Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этот день в Чебоксарах уже традиционно проводятся различные спортивные мероприятия, открывают свои двери спорткомплексы. В 9 часов на центральном стадионе ожидается массовый забег на 3000 метров среди ветеранов. Здесь же в 11 часов стартуют очередные всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2015». Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд и темпо-турнир по шахматам. С 5 до 9 вечера в Ледовом дворце Чебоксары-Арена будет организовано массовое катание на коньках. Вход бесплатный. А вечером в 10 часов пройдет, а точнее проедет, ночной велопробег. Старт на площади республики. В этот день все республиканские и муниципальные спортсооружения будут работать бесплатно. Напомним, Единый день здоровья и спорта в Чувашии проходит ежемесячно. До конца года Дни здоровья пройдут также 20 сентября, 18 октября, 22 ноября и 20 декабря. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова